Ветераны люберецкого футбола провели 17-й мемориальный турнир ветерана в памяти легендарного футболиста Василия Дрюкера, который в 60-е годы выступал нападающим за команду «Люберец», «Локомотив» и «Торпеда». В атмосферу спортивного праздника окунулась съемочная группа телеканала ЛРТ. Отличная погода и новый стадион «Электрон» в Краскове. Все, что нужно, чтобы мероприятие прошло на достойном уровне. Организаторы и участники довольны. Совпадение по обоим пунктам. Кто-то уже гоняет мяч, а кто-то разминается. Многие из участников турнира знали Василия Дрюкера лично. Играли с ним, тренировались под его началом. Он в 60-е и 70-е блистал. Был сильный нападающий, играл за «Торпеда» «Люберца». Тогда первенство в Московской области вообще было серьезным. Они в 64-м году, в 65-м, ну в 60-х годах выиграли первенство Московской области и кубок. Сделали дубль. Возраст футболистов от 55 лет. Среди игроков и любителей и в прошлом профессиональные спортсмены. Валерию Пантюхину 73 года. Мужчина готовится выйти на поле в составе «Люберецкой футбольной дружины». Вы знаете, когда собираются такие турниры, это не только память. Это общение, это встречи. И люди забывают про сложности. Есть вещи, которые в каждой семье есть. Много проблем и в стране сейчас такая ситуация. Но когда выходят на футбольное поле, они как бы творят. Игроки приехали из «Люберец», «Дзержинского», «Котельников», «Латкарина», «Калуги» и других городов. Всего 8 команд. Поле поделили на две части. Одна встреча длится 20 минут. Играют в круг. Все со всеми до выявления сильнейшей команды. Мы, как ветераны, мы все время поддерживаем это. Потому что такого уровня люди, которые очень много сделали для регионального спорта. В частности, здесь, там Люберцы, весь наш микрорайон. По итогам всех игр первое место в турнире заняла «Люберецкая торпеда». Второе – дружина из «Дзержинского орбита». Серебро досталось калужской команде «Тайфун». Победителям вручили медали и кубки. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.